МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Росреестра в Бавлинском районе не зарегистрированы более 19 тысяч объектов недвижимости. Среди них неоформлены права на 11 172 земельных участка, 3250 жилых домов, 1190 гаражей и 3472 садовых дома. До 1 января 1998 года действовал другой порядок оформления прав на недвижимое имущество. Их регистрировали органы технической инвентаризации и органы местного самоуправления. Такие права называются ранее возникшими. Есть граждане, которые десятилетиями владеют своим участком, домом и считают, что регистрировать недвижимость не надо. У многих на руках есть выданные в 90-х годах государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на объекты недвижимости. Действительно, они имеют такую же юридическую силу, что и сведения в ЕГРН. Однако, для более надежной защиты прав мы рекомендуем все же внести сведения о них в ЕГРН. Также обращаем внимание, что с 29 июня 2021 года в Татарстане начался процесс по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости. При этом владельцы ранее учтенных объектов недвижимости могут самостоятельно зарегистрировать свои права. Для этого необходимо обратиться в МФЦ с заявлением, приложив к нему правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимости не уплачивается. Есть 5 причин для того, чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость. Во-первых, если право собственности не зарегистрировано, то владелец объекта недвижимости не может распорядиться им, то есть продать, подарить или же сдать в аренду. Во-вторых, регистрация прав – это защита собственников от мошенников. Например, подделав документы, мошенники могут лишить вас недвижимости. Если же право собственности зарегистрировано ЕГРН, то собственник может запретить совершение сделок без личного участия с принадлежащим ему объектом недвижимости, подав заявление в МФЦ. В-третьих, в случае возникновения ситуации, когда участок с постройками на нем изымается для государственных и муниципальных нужд, например, для прокладывания дороги, то владелец не получит компенсацию за недвижимость, право на которое у него не зарегистрировано. Кроме того, претендовать на компенсацию и страховые выплаты в случае природных катаклизмов могут только собственники. В-четвертых, документы могут быть просто утеряны и восстановить их очень сложно, только в судебном порядке. А если права зарегистрированы, то получить копию документов можно в любое время. В-пятых, чаще всего граждане не обращаются за оформлением прав на свою недвижимость, чтобы не платить налог. Однако, в настоящее время муниципалитетами проводится работа по выявлению тех правообладателей, которые уклоняются от регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки. При их выявлении информация направляется к нам в Росреестр для внесения соответствующих сведений. Внесение таких сведений в ЕГРН не приравнивается к государственной регистрации права, но будет являться основанием для налогообложения. В случае, если правообладатель не будет выявлен, орган местного самооправления вправе в отношении такого объекта недвижимости запустить процедуру признания его безхозяйным с последующим оформлением муниципальной собственности.